Уважаемые коллеги, я Иван Яковлев. Сегодня представляю компанию P2X и один из ее исследовательских проектов, результаты которого я вам сейчас расскажу. И некий вывод и мысль о том, что ждет нас в будущем и как оно может выглядеть. Компания P2X специализируется на рынке смазочных материалов. Сотрудники компании имеют достаточно большой опыт в маркетинге, в стратегическом планировании в крупных масляных компаниях, производящих базовые масла, готовые масла. Поэтому много вопросов, которые нам понятны. И, соответственно, сейчас мы смотрим немножко более широко на те процессы, которые происходят на рынке и готовы помогать вам решать ваши задачи, которые у вас возникают, оперативные или стратегические. Итак, в прошлом году, год назад, большинство из нас с вами пережили вот этот рыночный шок. И в условиях высокой степени неопределенности внешнего рынка, использование возможностей ухода от угроз, которые создала обстановка, было связано с, безусловно, объективной оценкой тех процессов и тех факторов, которые влияют на эти угрозы или на реализацию возможностей. С этой целью компания P2X совместно с участниками рынка запустила трекинговое исследование, основанное на онлайн-анкетировании по формализованной стандартизированной анкете. 20 вопросов, 45 критериев. Опрос занимает для участников 10 минут. Тем не менее, мы получали достаточно интересную информацию по оценке спроса, ожидании спроса, изменения спроса, а также о том, что делают компании на рынке непосредственно. И мы разработали индекс уверенности бизнеса, который является таким опережающим индикатором, который показывает настроение бизнеса. И вот настроение бизнеса, оно напрямую, на мой взгляд, связано с действиями компании на рынке. 30 экспертов, среди которых это дистрибьюторы, производители готовых смачечных материалов, импортеры смачечных материалов и производители присадок. По функционалу это основное продажи и общее управление. Также участвуют специалисты, которые работают в маркетинге, в стратегическом планировании, в логистике, в производстве. Если посмотрим на график, как же поменялся спрос, здесь на графике представлена доля позитивных оценок, связанных с ростом спроса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как мы видим, пандемия в наибольшей степени повлияла негативно на продажи в каналах автозапчастей, на АЗС и в ДСТО – дилерские станции технического обслуживания. В меньшей степени это повлияло на продажи в канале независимых станций технического обслуживания, в гипермаркетах. И интернет-площадки, как вы знаете, очень хорошо продемонстрировали рост спросов в этом канале, и там выросли продажи. Динамика позитивных оценок растущая от волны к волне, но все еще недостаточно высокая. Сегодня во второй половине дня будет доклад Александра Якулева, представляющего компанию Ipsos Comcon. Он более подробно расскажет, очень интересный доклад, поэтому не уходите, дождитесь обязательно. Спрос направления B2B. В коммерческом транспорте позитивные оценки спроса выше, чем в потребительском сегменте. В сегменте коммунальной техники, строительства и грузоперевозках оценки выросли существенно в первом квартале 2021 года. Спрос в сельском хозяйстве демонстрировал рост на протяжении всего 2020 года. В промышленности рост спроса в основных отраслях оценивался ниже 10%. Оценки в основном были негативные участников рынка. Однако в втором полугоне отмечено оживление спроса. Пищевая промышленность чувствовала себя наиболее позитивно, демонстрируя достаточно высокие показатели спроса. Как менялись планы в этих условиях? Безусловно, планы компании были оптимизированы. И оптимизация в основном коснулась, прежде всего, сокращения затрат на маркетинг и на инвестиционные программы. И это правильно, это осознанно, это защита своего финансового результата, это удержание доли на рынке. Это все оправданно и эффективно. Тем не менее, в меньшей степени оптимизация компаний и участников затронула программу обучения на имперсонала. И вывод новых продуктов, разработка новых продуктов, выход на новые рынки с этими продуктами, они меньше всего были оптимизированы. И проекты цифровизации, которые в конце 2019 и в начале 2020 года стали приоритетными в развитии бизнеса, они практически не пострадали в условиях оптимизации. Маркетинговые затраты были практически сокращены всеми компаниями. Затраты на продвижение брендов, на продвижение брендов, на удержание. И понятно, что в этих условиях маркетинг мог быть очень рискованным. И поэтому прежде всего пострадали вот эти направления. Как я говорил, обучение. Обучение, развитие персонала был на каком-то минимальном, может быть, уровне. И меньше всего пострадали запуск новых продуктов, выход в новые сегменты рынка и проекты цифровизации. И вот показатель такой, как целевые показатели продаж. Участники в первом квартале этого года оценили достаточно позитивно, надеясь на то, что, несмотря на то, что происходило с ценами, надеясь на то, что спрос начнет восстанавливаться. О чем очень много говорили и аналитики, и средства массовой информации. В рамках этого исследования мы рассчитывали на основе оценок экспертов, их ожиданий по семи критериям. Это спрос в разных сегментах, это продажи, рентабельность, затраты и дебюторская задолженность. И если говорить про вот этот расчетный показатель, он рассчитывался с учетом механизма такой бинарной оценки. И по каждому показателю еще есть взвешенная характеристика по этим семи критериям. И этот индикатор, он показывает, в положительной зоне находятся участники рынка или в негативной. И да, здесь можно видеть, что в самом начале пандемии индекс был крайне низкий. Участники находились в такой зоне некомфортной, негативной. После окончания первой волны в июне оценки выросли. Да, значит, как бы пандемия пошла на спад. И индекс стал 52. Но в сентябре опять начался, как бы, разговор о второй волне. И сразу же, как бы, индекс оказался, отказался расти. И показывал такое положение на уровне позитивной, негативной. Не понимая, куда дальше двигаться. Но в конце года понятно, что подведение итогов, оно было, отразилось на участниках достаточно негативно. Но в первом квартале участники подметили достаточно неплохо, прежде всего, спрос. И они спрогнозировали рост продаж в ближайшие 3-4 месяца. Но и сейчас, до сих пор, вот из-за неопределенности с ценами, о которых вчера очень много говорили. Спасибо всем, кто высказывал свое профессиональное мнение. Это сейчас очень важно. Стабилизация цен, она, на самом деле, может инициировать очень много проектов. И рынок, он адаптивный, он очень быстро к этим всем факторам привыкает. Но, тем не менее, если это достаточно долго будет, какие-то новые процессы появятся, о которых мы будем, безусловно, отслеживать, мониторить и выкладывать. Если говорить кратко, что не так оказалось все печально, по оценке экспертов, падение спроса не превысило 5%. Безусловно, изменилась структура спроса и по каналам продаж, и по промышленным отраслям. Неопределенность внешней среды, она привела как к оптимизации затрат, так и к новому опыту. И позитивные ожидания, они выросли в начале этого года. И это объективно, и это понятно, что пришло осознание, пришло понимание, насколько эти процессы, они приносят реальные угрозы. Можно ли пользоваться этими возможностями. И от себя хотел бы добавить, что тот, кто уже сейчас смотрит позитивно на рынок, это люди, которые наработали вот этот успешный опыт. Это как небольшая тренировка для всех нас, что если мы пережили, нашли возможность удержать долю рынка, нашли возможность развития, и это делает нас всех сильнее. Для нас, для всех, это очень хороший, позитивный опыт. Поэтому я считаю, что сейчас не стоит бояться этой обстановки, тем более не стоит сидеть в ожидании, когда цены упадут или застабилизируются. И поэтому нужно уже давно начинать делать, рынок оживает. Поэтому, возвращаясь к самому началу этой сессии, будущее, будущее – это мы с вами, и это наши действия. Поэтому будущий рынок нашими руками будет все сделано. В заключение я бы хотел пригласить вас принять участие в шестой волне в качестве экспертов. В материалах организаторов, которые они в ближайшее время вам предоставят, будут координаты и ссылки на сайт, где размещена кнопочка «Принять участие». А также на нашем сайте до конца мая для участников конференции мы открываем доступ к полному отчету по пятой волне. Кроме того, что я сказал про спрос в общих чертах, там есть более детальное сравнение, что происходило с вот этими 45 критериями на каждой волне, сравнение этих волн. Также в каждом отчете есть краткий экономический анализ тех маслоемких отраслей, которые, в общем-то, и сформируют рынок потребления. И, безусловно, там можно отследить связи между экономикой и рынком, ожиданиями рынка и действиями конкретных компаний. Если к этому добавить анализ внутренний, каждый ваш анализ, то результат может дать очень хорошие выводы по тому, что делать. Все-таки это такой оперативный отчет. Также там есть анализ динамики цен, динамики спроса на масла уровня ГОСТ. Там достаточно много всякой информации, поэтому я вас приглашаю посетить наш сайт и принять участие в следующей волне. И, так сказать, поучаствовать в том числе в создании вот этого будущего нашего рынка. На этом спасибо большое. Удачи вам в бизнесе, в работе. Здоровья вам хорошего. И здоровья вам, вашему бизнесу и вашим компаниям. Спасибо.